привет всем вы на канале вязание меня зовут юля канал называется емеля нитин сегодня я сниму видео которое посвящено тому что я успела навязать за прошедший период это примерно январь февраль и немножко марта ну как вы видите здесь так не не очень много изделий потому что мне выдался такой непростым непростое начало года обычно я люблю показывать навязанные вещи на себе примерять вот в частности вот лежит капра я бы с удовольствием примерила но если я буду готовиться нормально к видео чтобы я была в кадре то я наверно никогда не не успею снять видео очень хочется показать и готовые вещи непростое мне начало года выдалось потому что болел ребенок какое-то продолжительное время практически месяц она меня заболела недели на две ну как обычно простуда вирус и так далее неделю перерыв и еще на пару недель снова поэтому я сейчас полностью посвящена ребенку домашнему быту и что-то мне никак не удается нормально отвлечься на свою работу еще у меня было некоторое количество работы на эти я делала репортаж как бы об этом что я начинаю там продавать мне там тоже было большое как мне кажется такое количество заказов потом это все благополучно резко прекратилось отдельно сниму видео про эти как все сложилось но сегодня я хочу рассказать что я связала начну наверное вот с этого комплекта я на шапочку сделала мастер-класс вы можете посмотреть у меня уже он готов на канале подробнейший мастер-класс эту шапку очень легко вязать и я вот недавно тоже рассуждала про свои изделия я считаю что у меня конечно я очень как бы добиваюсь этого и считаю что мне получается выполнять изделия достаточно фабричного внешнего вида не люблю когда видно очень сильная рукотворность то есть когда много-много чего-то намешано и я поняла что фабричная вязка характерна не огромным сочетанием узоров там например и косички и бубенчики и какие-то например и рис и столбики и там тебе и платочные все 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 понамешано понакручено когда хочется знаете в одно изделие впихнуть все 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 на что-то способен нет нужно отметать лишнее оставлять только самое главное и руководство с этим принципом мне кажется получается именно тогда хорошие изделия которые очень классно смотрятся и я считаю не наиболее так скажем продаваемые то есть они любят совсем они красиво смотрятся стильно лаконично вот смотрите шапочка детская конечно шапки детские нужно делать и нарядные она у меня серого цвета комплект потому что у нас ярко-розовая куртка и вот такого же стального цвета штаны то есть хорошо смотрится серые штаны розовая куртка там с альпаками с альпаками с какие-то антилопами и вот серый комплект мне полюбился вот такой меховой меховой нет шерстяной помпон очень забавно смотрится я прям сильно им довольна столбики узор тоже мне последнее время стал нравится вообще многие узоры красиво что говорить какой узор не посмотришь если уместно использовать то красиво смотрится все и вот такие косы каждая коса состоит из шести петель и между ними прогал это одна изнаночная вот видно с изнаночной стороны на это перемещение косичка выглядит как будто плетение да как мы плетем из волос то есть прям вот такой грамотная не просто жгуты которые перекручена именно из трех частей то есть перемещение делаю две петли две петли вот перемещение участвовать 4 петли из шести петель косы и вот она вот так чередуется мастер-классе все рассказано я здесь сделала фиксированный отворот потому что используя опыт предыдущей нашей шапки вот такой зимней шапки принесла ее она без фиксирована отворота и честно говорят то так то так ляжет вот этот за два заворот и она ложится чуть ниже чем нужно в общем то ли выше чем нужно в общем никому не понятно какое носить я решила что все-таки для ребенка надо фиксировать вот эти отвороты и ей удобнее носить потому что она даже если отгибается она все равно как бы выскакивает вот этот ворот ровно на нужную точку но иногда слегка вот так заворачивается но никогда слишком много вот этой шапочку мы уже выросли благополучно относили всю зиму напомню здесь я использовала лана гроссовский меринос мирина у на это был мой эксперимент я эту пряжу не трогала магазин магазине на ощупь заказала через интернет она оказалась несколько колючая как ни странно вот казалось бы меринос по-моему одна из самых мягких пряж и он у меня значит ребенок чесался я с изнанки сделала трикотажный подклад я не помню рассказывал об этой шапке нет но очень здесь я сшила трикотажный подклад купила белую ткань с лица не просвечивает сшила и вручную благо здесь немножко этих швов и вот один шов сюда и пришила ну вот таким шевом в край с подворотом очень удачно на самом деле здесь шов назад иголку поэтому так часто смотрятся строчки растягивается вот этот шов который через край идет я переживала что не будет растягиваться так вот здесь меринос мирина у на и одна нитка норки немножко вот видно скаталась свалялась я и постирала вручную она сейчас сильно может быть после стирки еще так сильно распушилась в носке она не такая пушистая это тоже кстати норка вот здесь по норка даже с альпака общем я здесь намешала того что у меня осталось в моих запасах теплая шапка вышла то здесь меринос с норкой с одной ниткой очень тепло еще косы специально сделала чтобы более объемно было полотно то есть если вот этот меринос мирина у на заменить на обычный минус идеально такое сочетание помпон сняла сделал здесь был меховой так вот здесь я сделал значит фиксирный отворот бубенчик у меня помпон из сейчас скажу биби биби фулл шапка биби биби премьер снуд снуд у меня был с комплекта остался которыми они купили я его делала на на наличие и он мне пригодился вот к этому комплекту он связан из биби биби фулл то есть это разные толщины до этих ниток видно но очень хорошо сочетается то есть разный масштаб у рисунка но смотрите как здорово сочетается между собой у фула по 50 грамм 80 метров а у премьера 125 метров на 50 грамм но есть например лан агата такой меринос в такой толщине 50 грамм 125 метров и он там гораздо толще ну так существеннее вот например это лана гатовский меринос и здесь нитка потолще даже нот физически в рука в руках чем премьеровский но я довольна вязала основное полотно на тройке это на два с половиной снуд я уже давно вязала совсем не помню ну какие-то рекомендованные размеры производителя размеру снуда высоту 21 ширину 20 мы его немножко носили возможно чуть-чуть растянулся еще мы его подворачиваем вот так пополам отлично сидит вокруг шеи у ребенка объем головы 9 что говорю 50 рост где-то 104 то есть это четырехлетний ребенок хорошо вот такой размер сидит шапка по высоте тоже где-то 2021 вот 20 по ширине объем головы все в мастер-классе есть можно посмотреть здесь я вязала шнурочки решила спицами посидеть мне тоже есть мастер-класс на два вида шнурков либо спицами либо крючком крючком гораздо быстрее вязать покажу вот эти варежки это варежки из твида твид анто я даже на них сняла мастер-класс но увидите они темные это темно бирюзовый такой нет темный изумрудный цвет сняла на них мастер-класс и что-то меня остановило его выпустить все материалы сохранены может быть потом его обработаю выпущу как кто за мной следит вы знаете что я люблю лаконичные вещи и уже здесь об этом говорила поэтому они просто изнаночной гладью ладонь палец и лицевая сторона лицевой гладью резинка скрещенная один к одному лицевые здесь скрещены нюанс здесь вот здесь есть по кромке кромочные вот эти лицевые они тоже скрещены чтобы не раскрывала сильно петля и да вот я верчу видно все в катышках ну я как бы да наверняка тоже это не нравится но спокойно к этому отношусь это можно все поснимать вот такая мечесалка есть приобрела и в ближайшем магазине с пряжей какая-то фирма не знаю такая же есть у лана гросса в два раза дороже но я взяла как сочи не чесала эти варежки не знаю насколько она прям очень эффективно чуть на даже поднимает ворс с чесовой зато наверное с чесовать эти катышки немножко поднимает пух ворс полотна ну можно вот это все расчесать в принципе снять ну вот видно что у меня закатался вот я спрошу вас нужно ли вам мастер класс на такие варежки если нужен то я обработаю его и выпущу потому что не хочется тратить время на то что людям не нужно которые не будут смотреть но вот такие варежки у меня достаточно плотно идет посадка вот здесь палец очень плотно сидит здесь нет никакой свободы вот такие конечно их можно создать из любого материала меринос или твит по желанию и покажу вот напоследок мой капор капюшон на такую модель у меня есть тоже мастер-класс на канале он у меня на канале в мастер-класс связан и стопроцентной альпаки анка инка tops это лана гатовский меринос супер софт цвет у него здесь 13701 он имеет слегка слегка какой-то такой холодный сиреневый оттенок я его вязала ровно как у меня в мастер-классе только подворот это сделала в самом начале мастер-классе я его предлагаю сделать в конце отворот здесь я подвязала сразу я знала что будут у меня такой и когда связала по моему мастер-классу там у меня зашивается он здесь по макушке и идет сужение да вот здесь по затылочной части с одной центральной петлей вот так смотрят петли с одной петлей и материал разный пряжа разной и здесь получилось у меня когда надеваешь угол очень плотное получилось полотно аналогично как вот санкой инка tops там тоньше пряжа не получается хорошо и я давай думать что же делать как бы здесь обработать потому что хорошо бы расставить вот это затылочное сужение вот как здесь на расстоянии чтобы было чтобы не было вот этого острого угла потому что здесь у нас до идет на расстоянии и дальше в общем я распустила раздвинула вот это сужение сделала между ними петли я наверное распущу и сделаю еще шире и дальше я закрывала вот таким образом по макушке я думаю что я сделаю как будет дополнительный мастер-класс добавочный который будет к моему капору либо сделают два мастер-класса на капор где можно будет или так как у меня уже снято либо таким образом макушку закрывать посмотрим скорее всего раздвину погляжу потому что вот она узкая хорошо сидит на голове отлично но из-за того что эта полоса узкая и она отчетливо видна то если даже немножко вот так смещена относительно лица уже как-то криво выглядит а он же в любом случае там полотно ходит по моему по голове и смотрится как будто она у тебя съехала очень отчетливая поэтому на из-за того что узкая видно общем я раздвину и из-за того что узкого даже здесь видно чуть-чуть вот так бугрит в посадке это незначительно но когда я раздвину вот этого бугра не будет будет еще более плавный переход в общем отлично такой ход я переделаю и пересниму и я вот не знаю я полотно вот это уже постирала а потом уже планку подвязывала я сейчас если распущу вот до этого и зоны чтобы раздвинуть еще сильнее вот это место еще больше сделать петель если распущу и снова буду вязать очень переживаю что у меня здесь будет граница разности полотен и в общем если у меня есть будут границы то я в распущу до конца практически я думаю до горла и буду вязать заново поэтому вот я вам показываю как он сейчас есть и когда будут заново вязать может быть даже пущу по нему какой-то узор вот такой он сейчас лаконичный смотрится так достаточно спортивно тот из анки он более пластичное полотно вот тоже такой нюанс и он смотрится по деловому что ли здесь прям такой полу спорт прям настоящая балаклава получилось здесь тоже да я сделала отверстие обязательно для шнурка хорошо сидит в общем я довольно конечно разность ниток разность полотен из того что в мастер-классе и этого разного поэтому я пересчитывала заново тоже брала плотность отдельно полотно вязала брала свою плотность и набирала нужное количество петель благо меня мастер-классе вы посмотрите там есть размеры которые я вижу я ну эти размеры сохранила только другим количеством петель кстати я его вязала на четверки супер софт а потом забыла через за время вязала планку и планку связала на тройке такое было упущение но я старалась вязать слабо потому что уже все петли набрала мне так было лень распускать но видим опять придется этим так что нужно его целиком ну у меня на четверки вот связан хорошо получилось посмотрим в общем что будет какая его судьба но распущу его точно либо до этой части либо совсем до горловины еще или я давно не вязала но вообще не люблю поворотное вязание вот рядность хорошо видно прям полосит полосит но кто не связан с вязанием говорят что такое ровно полотно такое ровно плотно думаю ну ладно когда будет моя фишка полосатая жутко ну вот я вижу честно говоря и поворотное вязание и круговое вот как привыкла не знаю это бабушкины петли ли классические я честно говоря в подробности никогда не вдавалась я не хочу переставлять руку как-то цеплять по другому нить потому что для меня важна скорость исполнение не люблю долгие проекты терпеть не могу это никак не могу подступиться к свитеру очень люблю рассказывать о своих планах потому что часто них по мере их исполнения меняются еще даже не дойдя до того как я пряжу куплю уже передумала тысячу раз а уже рассказала людям ну в общем я посмотрел мне понравилось и хочу может быть из этой пряжи свитеры прям такого же цвета себе связать к он джемпер но время покажет загадывать не буду обещать ничего не буду все рассказываю рассказываешь там джемпер джемпер что хвастаюсь хвастаюсь к кардиганами что хочу хочу ну а вот и ныне там пока вот на этом все сосредоточено но такой мой небольшой обзор что я успела связать не так уж и много а может быть и много смотрю некоторые девочки вяжут прямо и свитер у них и еще один свитер у них и шапки эти 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 думаю зачем вам столько во первых потом когда вы это успеваете я вот не успеваем ну вот что успела все показала зато вот мастер-класс готов и вот пока про тоже с мастер-класс можно связать спасибо за просмотр подписывайтесь на мой канал будут новые анонсы новые мастер-классы вот уже как минимум предполагается вот если нужен по перчаткам свяжу папа смонтирую по варежкам доработаю капор еще сделаю мастер-класс ну вот шапочка вышла новенькая ставьте лайки понравится мое видео мои анонсы мои обзоры спасибо за просмотр и удачных вам проектов чтобы все исполнялось пока пока